Всем привет! Я очень-очень спешу, но хочу с вами поделиться своей новинкой. И хочу вам сегодня показать вот такой вот CC крем. По-моему, я его видела и о нем слышала постоянно в видео ковки The Cat, если я не ошибаюсь. Всегда были положительные отзывы. Мне нужна была новая штукатурка, и я хотела что-нибудь попробовать новое. Хотела очень попробовать тональное средство от Catrice, но нужного мне оттенка я не нашла. Поэтому я нашла вот это средство корейское и очень хочу его попробовать. Здесь SPF 50 на минуточку. Это очень круто. 30 мл, и он идет одного оттенка. Я даже еще не распечатывала. Давайте попробуем. Насколько я знаю, это средство идет бесцветное. Вернее, оно белое, но при распределении по коже оно приобретает определенный оттенок. Подстраивается, то есть, под вашу кожу. Жидковатая текстура, она стекает. Наверное, было ошибкой использовать на выход сейчас, когда мне нужно выглядеть очень хорошо. А то я выгляжу не как хорошо. Я какая-то очень бледная. Вам не кажется? Мне интересно, оно усядется вообще или нет. И что я хочу сказать? Очень белое, очень бледное выгляжу. Если вы видите, да, разбежность в цвете. Но мне кажется, оно усаживается постепенно. Было до этого намного белее, мне кажется. Степень покрытия средняя, потому что все мои покраснения это средство не перекрыло абсолютно. Это средство для такой более-менее нормальной кожи, без высыпаний. Хорошо очень, мне кажется, перекрывает синяки под глазами, но не на все 100%. Пока не могу сказать, что мне нравится. Сама текстура такая нежная и на лице как-то... Кстати, его, наверное, нужно было наносить руками. Блин, я вот сейчас руками, трогая свое лицо, а вот эти капсулы, они начинают размазываться. Вот только сейчас. Вы видите, как меняет цвет кожи? Это что-то из разряда магии, наверное. Я, в принципе, знаю, что BB CC нужно наносить руками, но я не думала, что это настолько важно, прям вот до такой степени. На носу есть небольшие шелушения у меня. Этот CC-крем их подчеркнул. Вы видите, да, как средство слилось с моей кожей. Я надеюсь, вам заметно, да, что нет такой разбежности, какая была до этого. И в зеркале я себе очень нравлюсь. Никаких розовых оттенков, бликов и всего остального пока мне нравится. Продолжу приводить себя в порядок. Ну и вуаля, вот такой вот макияж у меня получился. Все по минимуму, я сейчас выбегаю и потом к вам вернусь с окончательным моим выводом, понравилось мне средство или нет. Это вид тонального средства на другую камеру, чтобы не было особых засветов. Ну и что, вам видно что-нибудь? Ну, мне кажется, как был, так и остался внешний вид. Вот такое. Сегодня следующий день. Я все-таки хочу завершить это многострадальное мною видео, потому что в тот день у меня все пошло не так, как я планировала. Но сейчас я вполне готова. Это средство у меня снова на лице, как вы понимаете. Я вообще в шоке. Может быть, в тот раз сослику, наверное, либо может быть спонж спас положение. Но нанося руками, это средство лучше не стало. Оно стало, что не наесть хуже. Стало лучше только то, что при распределении пальцами капсулы распределяются равномерно. Но в цвете все равно есть разбежность. Лицо кажется светлее, чем кожа тела. Моя кожа выглядит ужасно. Если бы моя камера могла передать все эти ощущения, вот здесь, я думаю, вы видите бугры. Этот CC-крем реально подчеркивает текстуру кожи. Именно текстуру, потому что у меня кожа не гладкая, не ровная. Она у меня бугристая, она у меня пористая. Такое ощущение, как будто у меня на лице рубцы, и этот CC-крем их подчеркнул. Это положение, конечно, можно спасти какой-нибудь базой. Я не наносила даже во второй раз базу. И сомневаюсь, что она бы мне помогла. Но попробовать, конечно же, стоит. И я, конечно же, это буду делать. Знаете, не очень хотела умываться, снова наносить это средство, снова краситься, потому что не имеет смысла. Это средство не стало выглядеть лучше даже с базой. Я, конечно, вру. Стало выглядеть лучше, чем было до этого. Но все равно текстура кожи видна. Особенно если вблизи это все рассматривать, то это вообще плачевный какой-то вариант. Это ужасный вариант. В носогубных складках все именно в складках. Это ужасно. Я такое средство вижу в первый, наверное, и в последний раз. Потому что столь ужасно, мне кажется, я выглядела бы только с каким-нибудь кремом балет. И то, наверное, было бы получше. Да, у меня может быть суховатая сейчас кожа, но база. В этом случае база вообще не помогла. Все то же самое, только, может быть, не так ярко выражено. Вот вы можете видеть все неровности, все бугры. И хочу вас предостеречь от этого средства. Это средство вот просто, наверное, только на младенца можно наносить. И то, мне кажется, он подчеркнет у младенца все, что у него не было. Зато SPF 50. Подведем итоги. Это средство я не рекомендую к покупке. Вообще, к использованию кем-либо, это больше мне сказать нечего. Делайте выводы сами. Я надеюсь, не было очень сильно засвечено, и вы хоть что-нибудь увидели то, о чем я говорила. А с вами была Лина, и всем пока. Это я трогала свой нос только что. Показывала вам. Все отпечатывается. Просто все. Субтитры сделал DimaTorzok